Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон, вновь играем в Ройал Револт и у нас ребята началась война альянсов, ну тут знаете такие уже соперники посерьезнее, я вот сейчас напал, русская гильдия, но мне кажется мне как бы через их территорию лучше всего идти, но они смотрите уже серьезные ребята, у них 33 тысячи кубков и 35 участников в гильдии. У нас для сравнения в гильдии, так ну где посмотреть нашу гильдию, 34 тысячи кубков и 30 участников, ну не знаю посмотрим, а вот здесь еще есть рейтинг, да это наверное место в рейтинге 1045 и эти ребята 1058, что у нас здесь еще есть? Но я единственное знаете что надеюсь, вот снизу от нас ребята 19 человек из 40, как бы малочисленный отряд, с ними будет проще справиться, здесь у нас так, вот эти красномордые назовем их так, 12 участников и вот эти ребята в виде кометы 13 участников. Ну то есть по сути я так понимаю фавориты этой гонки это мы с вот этими русскими, еще вот этих волков, да по-моему не смотрели, но тоже, тоже их мало, турки 17 участников и то есть скорее всего как бы у нас вот на наши две гильдии будет первое и второе место и мы как раз сразу хлестнулись друг с другом. Но я не знаю, я единственное что надеюсь, что на их 35 человек у них все-таки по большей части АФКшники, я на это реально рассчитываю, что там из этих 35 человек, там человек 12 играют, ну хорошо если раз в неделю типа заходят, а может некоторых просто так уже держат, потому что некого взять на их место, никто не приходит и вот они там висят в мертвые души. Если это не так, то наверное будет сложно, но уже есть какие-то подвижки, хотя война только началась, пока что в нашу пользу, здесь 3700 нам ударили, здесь нам, ну тоже 3700, наверное одни и те же люди, у нас в принципе лучше пошло, но я уже что-то перестраховался и с самого начала врубил по одному щиту в защите и в атаке, ну потому что решил, что на ранних парах лучше. Один себе, один еще одному парню, я так понял, у кого выше уровень персонажа, за того больше черепов и дают, и как-то ну врубил вот себе еще одному парню, у которого, ну кто тоже у нас самые топчики в гильдии по уровню. Вот такие дела, ну что, сейчас буду чекать их, кто там с чем, зачем, сколько черепов за них дают, ну и я вот посмотрел, вот эту ику я хотел прочекать, за нее 1000 черепов дают, но она онлайн была, и не знаю, и наверное скорее всего, ну не получится, я думаю с ней нормально сразиться. Да, и она до сих пор в сети, но мне кажется, даже если она в сети не будет, что мне там ловить нечего, то есть не просто так там это 1000 черепов, и я ее не снесу, ну не знаю, ее, его ика вроде как такой, как женский ник. Кнайт Артур, рыцарь Артур, я пробовал, я не сношу, но за него то есть тоже 1000 дают черепов, а вот там дальше уже ребята послабже, там по 800, 880, ну чекал вот эту Зину, Зина в принципе легонькая, можно бить, но я сейчас еще всех посмотрю, за кого сколько дают, может там есть более жирные рыбы. Так, ребятки, ну я прочекал всех игроков, которые у них здесь были, ну кроме вот этого я не смог, это онлайн, чтобы ее проверить, заметил, что здесь двое у них неактивных игроков, то есть сразу видно, кто у них неактив, и то, что их всего лишь двое, но это на самом деле плохо, плохо для нас, что у них всего двое неактивных игроков. У нас кстати тоже сейчас есть, ну как бы плохо подготовились, надо было их кикнуть до начала ивента, потому что у нас здесь, вот я посмотрел сейчас, есть двое участников тоже, которые один в игру не заходил, ну вот один день 20 часов, то есть ну как бы я кикаю, когда двое суток не заходит человек в игру, но судя по всему он уже и не зайдет, и как бы перед началом ивента, клановой борьбы, битвы альянсов, хорошо бы такого неиграющего кикнуть, и все-таки взять играющего, того, кто будет в ивент играть, то есть если он дальше не зайдет, ну это фейл, это минус один человек у нас в борьбе, потом кто там еще у нас, то есть можно было кикнуть, несмотря на то, что он там не дотянул до двух дней, вот тоже два дня, уже почти три дня человека нету, тоже его проглядели, надо было кикать, ну и вот тоже человека почти двое суток нету, то есть у нас можно сказать троих игроков тоже сейчас в составе нету, остальные более-менее играют, я надеюсь, что они покажут результат боевой, потому что он нам, черт побери, нужен, ну ладно, я тут проглядел, у меня самый лучший, но не считая вот их топов, которые, ну вот этого чекнула не сношу, эту не могу прочекать, она онлайн, самое большее мне дают зазину, ну хотя вот немного, 800, всего лишь-то это, всего лишь-то 889 черепов, ну конечно я сейчас еще одену, у меня есть вещи, у меня есть вот эта дубина, которая дает черепа, и кстати вот эта дубина, она, она хороша, я ее в принципе могу вместо этой рыбы поставить, потому что огненный шторм я использую, плюс две тысячи к огненному шторму мне, ну как бы тоже не помешает, ну еще плюс один, один процент, это конечно не особо, наверное, значительно, да, ну давайте посмотрим, сейчас нам напишут, насколько больше станет. Зина, Зина, надо бить, кстати, пока они там щиты не понадевали, 898, слушайте, было же, или я что-то перепутал, 889 у меня записано, не могли, один же процент это не так, чтобы вот так, ну ладно, пойдемте в атаку, тут видите, надо будет снести вышки рядом с базой, чтобы это, чтобы на три короны, вот что самое главное, а все остальное там, там легкая оборона, если честно, прямо такого ничего, ничего сложного, ты видишь, я сейчас просто даже пробегу, наверное, чтобы побыстрее добраться до базы, а все, что тут в проходе, это наши без меня снесут. Мне это, мне главное расчистить площадку у вражеской базы, а тут еще звереныш у них. Звереныш тоже пока что оставим его в покое. Блин, я сейчас рискую, я слишком рискнул так далеко, уйдя без армии, это могло мне сейчас реально... Ну как бы, соперник на самом деле такой простой, я ее когда чекал, и я решил, что могу спокойно пойти один, и чуть не поплатился за это, это был бы фейл и сейчас, если бы я помер, пришлось инсту юзать. Сейчас подожду отката скиллов. Так, уже наши войска подтянулись, давайте сюда на левый план, здесь надо это, снести одну вышку врагам. Блин, все-таки, видите, надо было вот с сейсмической активностью эту вышку сносить, или огар призывать, ну короче, не сработал мой план, только две короны. И сколько в итоге черепов вместо 898, 886. Ну конечно, незначительно мне скастили, но скастили, нехорошо. И еще плюс в сундуке, 97. Теперь я эту же Зину, это я в атаке ее ударил. То есть, получается, сейчас я еще буду ее в защите бить. Это мы здесь, да, я ее ударил. Вон, меня, кстати, тут кто-то уже бил. И что, за меня тысячу черепов, что ли, дают? У меня оборона никакущая. И здесь тоже меня кто-то ударил. Видать, один и тот же человек и тут, и там ударил. И пойду еще много, кто будет бить. Так, ну давайте теперь здесь ту же самую Зину протачим. Так, ну вот, ребята, второй мой заход. Сейчас попробуем получше. Башни слева я точно снесу этим огнем праведным. Блин, а вот что с этими делать? Как-то слева с вышкой. Знаете, сюда все-таки Огра хорошо бы поставить, он бы ее снес. Блин, куда ты идешь, Огар? Сейчас я еще и башни справа не снесу. Сюда то ли Огров брать сразу вместо пушек, и как бы Огров хотя бы стягиваешь в левое. Они ее уничтожают. А, кстати, тут вообще дали мало. 863. Хотя, казалось бы, там... А, ну да, две вышки не добили, вот те уже 863. Ну, то есть эти бы две снес, было больше. Короче, плохо начали. Знаете, у него в чем проблема? Она слишком слабая. То есть у нее вот слишком слабые ворота, они падают так быстро, что ты даже не успеваешь вышки снести. Это такой тоже своего рода вид обороны. Быть настолько слабым, что база падает так быстро, что ты не успеваешь вышки снести. Но я думаю, можно было бы как-то попробовать, может быть, Ограми зайти, чисто Ограми, без солдат. И Огров сдвинуть, вот, оттянуть туда. Они бы снесли вышку молнии, а я бы с киллами снес вышку вот эту огненную. Но это потом. За нее больше всего мне дают черепов. Я ее еще потом буду бить просто так. А сейчас мне надо выбрать трех игроков, которых я буду бить, ну, как бы, для лучшего результата. Так, давайте еще раз сейчас прочекаю вот эту вот ИКУ. ИК. Может быть, она уже вышла в офлайн? Тогда мы сможем ее проверить. Да, смотрите, повезло. Но я думаю, там будет это. Будет что-то тяжкое, мне кажется. Мне уже тяжко. Ну, мне кажется, сюда лучше не лезть. То есть, получается, два их топа из этой гильдии, они для меня отпадают. Я их не снесу. Я даже опасаюсь, что какие-то многие наши могут, как бы, полезть на них и, ну, потерять очки, скажем так. Или, правильно, не набрать, но упущенная выгода тоже. Получается, кого мне остается в этой гильдии сносить? Вот эти двое отпадают, кто у них самые топы. Их я не сношу. Ну, ИКУ и вот этого рыцаря Артура. Остается ХДФР. ХДФР. Но сейчас буду пробовать его, что он из себя представляет. Если он, конечно, если он, конечно, оффлайн. Да, он оффлайн. Следующий. Ну, пока что он выглядит таким, да? хлипеньким, так сказать. Что плохо, что у них бестии есть, а у нашей гильдии до сих пор бестии нету никакой. Ну, бестии, правда, у них так себе, не особо мощные, но иной есть, а у нас нету, да? Это тоже такой, ну, им это дает шансов. Где-то кто-то, может быть, из игроков на этой бестии засыпется, помрет. Всякое бывает, да? Все какой-то плюс. Так, я сейчас сразу пробегу, я не помню, я не смотрел, что у него там за база вообще. Ну, то есть, какие-то, что там по вышкам не смотрел. Башня огненных стрел справа. Сейчас отхилимся, посмотрим, что там слева. Отхилились, пока тут войска бьются. Слева. А, ну, слева тут нормально. Можно сносить. Но это мы просто сейчас чекнули этого игрока, то есть, затестили его оборону. Оборона вполне сносибельная, так что сейчас будем бить. Так, ребят, ну вот, я, короче, тут побил троих игроков и в атаке, и в защите. У меня получилось две восемьсот здесь. Но у меня еще одна попытка есть, я думаю, я сейчас переиграю эту Зину шестнадцать. Ну, то есть, и себе в личный зачет. Тут для командного надо как бы три удачных атаки. И я, ну, надеюсь, ее все-таки пробить на сто процентов. Сейчас попробую. В принципе, ну, что за глупость? Почему сразу-то не получилось? И здесь у нас тоже, видите, две тысячи восемьсот восемьдесят четыре набил. Ну, как бы, третьего игрока, которого я бил, я не показывал, но там очень простой игрок на самом деле. У него даже база, смотрите, как бы, как вам показать его оборону. У него здесь просто прямая дорога. И там реально слабые волны, то есть, у него, его почти не защищают. Вышки тоже не прокачаны. То есть, он такой легко, его легко снести, поэтому даже, решил его не показывать. Я его сначала чекнул, думаю, ну и ладно. Но черепов дают больше, чем за остальных, потому что, ну, потому что у него просто уровень выше. Чем выше уровень, тем больше черепов. Шестьдесят седьмой, семьдесят первый. Ну, и тут, соответственно, должен быть еще выше. Да, вот, семьдесят седьмой. Поэтому, если вы, как бы, бустите левел, а защиту не апаете, то вот на войне гильдии вас легко будет снести. Это мой случай. У меня уровень довольно-таки высокий, а защита довольно слабая для моего уровня. Так, ну ладно, что, Зина. Так, ну что, ребята, пробуем еще раз. Не стал весь бой там показывать на подходе, но сначала я все-таки, чтобы такой оплошности не было, как в прошлый раз, зажигая вот эти две башни, а вот потом уже, я сейчас взял побольше огров, надо их налево увести, сразу, чтобы они вот эту вышку пробовали. Так, у меня он огонь откатился. Ну, е-мое, так, сколько там у нее хп, наверное, немного оставалось, но не видать. Я специально стоял маленько здесь в стороне, чтобы базу не застать, но все равно они ее снесли раньше, чем я успел эту вышку уничтожить. Хоть вообще никого не бери, кроме огров, чтобы только огры туда в уголок со мной заходили. Ну, это, конечно, странный был бы подход, но куда деваться можно. 886 получилось. Ну, видите, а должно было 889 и плюс 1%, кстати, 1% это на самом деле, я сначала подумал, а что, нормально добавили. А 1% это действительно неплохо. Ну, допустим, вот у меня 889, да, дают черепов за цель. А значит, 1%, ну, как бы, 889 это 100%, значит, 1% это плюс 8 черепов. Я считаю, плюс 8 черепов, это нормально. если бы было бы еще больше шмота на черепа, можно было бы вообще неплохо разогнаться. Так, ну и что, это я еще в защите попробовал, да, ее еще разочек ударить. Ну, на вторую позицию в итоге вылез, все равно лучше сыграл, чем в прошлый раз. Теперь попробуем в атаке. Здесь вот, видите, сейчас на пятой позиции. Сейчас один раз ударим и посмотрим, как мы там в личном зачете гильдийском переползем. Так, ну, сейчас пробую еще раз, ребята. Пробовал сейчас соло врыв, но что-то это, перестраховался. Вернулся. Больно сейчас может выйти. Блин, все-все-все, возвращаюсь. Но мне главное время выиграть. Так, теперь идем еще раз в атаку. Ай-яй-яй, опасно. Опасно, здоровья у меня мало. Ну-ка, огры, отойдите, вернитесь. Хотя вот плохо, я их мог налево позвать, а теперь не могу. Но зато у меня магия откатилась. Да, наконец-то я эту вышку снес. Так, ну вот в этот раз на сто процентов получилось. Причем я шел только ограми, чтобы их туда сманить на вышку, а в итоге без огров справился. Ну, видите, неудобно. Это башня молнии, что я ее с одной магией не сношу, и приходится вот туда по несколько раз бегать. Два захода, чтобы ее снести, еще и направо один раз забежать. Но в итоге 898 черепов и еще один череп в шляпке. Итого, так, сейчас посмотрим, это атака, да, была. Слушайте, ну как был на пятой позиции, так и остался. 2841. Вот такие вот дела, ребят. Ну что ж, теперь, если на нас никто не нападет, вот эти, например, парни, то больше в течение суток заняться нечем. Пока что только смотреть и болеть за наших. Ну, у нас поначалу отрыв большой, но у ребят есть игроки, да, у них игроков больше, чем у нас. И если они, ну, не совсем, ну, я не знаю, мне кажется, это хороший показатель, что вот сейчас у них в 10 раз, вот здесь, допустим, почти в 10 раз меньше очков. Это добрый знак. Но, все еще может поменяться, там кто-то проснулся, у них теперь есть еще целые сутки, чтобы нас догнать и обогнать. Но я делаю ставку на то, что ничего такого не произойдет. Здесь вот ребята тоже закусились, красноморды побеждают, а здесь эти волки зеленые побеждают. А, ну, волки зеленые, все, вот, видите, они здесь дерутся, значит, на нас больше нападений не будет, они убегают налево. И, судя по всему, у них это получится. Жалко, жалко. А если бы они на нас напали, ну, вот, если бы они сейчас на нас напали, я бы имел возможность следующей атакой их окружить, допустим, вот этот сектор взять, и тогда им уже пришлось бы с нами воевать. Можно, как вариант, знаете, что я могу сделать? А, ну, я хотел сказать, что я могу вот этих русских окружить, но на самом деле нет, не могу. То есть, ну, даже если вот как бы через 22 часа я вот эту территорию атакую, они все равно из этой территории смогут атаковать пустыню, или там вот эти снежные земли, к тому времени уже здесь война закончится. То есть, я их не смогу окружить. Так что, я не знаю, но следующая территория, на которую буду нападать, я думаю, либо вот это, либо вот это. Мне охота, знаете, так как бы всю карту перечертить с собой, чтобы, ну, как бы разграничить всех и заставить их со мной сражаться. Ну, а как это выйдет, не выйдет, в общем, расскажу вам в следующем выпуске. А у меня на этом все. С вами был 111. До новых встреч.